Конкурс «Мисс Гжель» проводится с 2013 года. Автор этого интересного проекта – художественный руководитель КДЦ «Гжельский» Галина Княжева. Идею поддержала и глава поселения, и местные девчата. Новые знакомства, новые лица. Также я люблю футбол. И чтобы хоть как-то приблизиться к нему, записала целых две песни для нашей футбольной команды «Прогресс». Я люблю послушать музыку, пообщаться с друзьями. Так все же, почему я решила участвовать в этом конкурсе? Ведь это 11 класс, пройдут года, и нам будет что вспомнить. Самое сложное – это противостоять соперницам, которые с тобой учатся в одной школе. Как бы вроде подруги, но все равно ты чувствуешь как бы соперницы. А условия такие – надо показать себя, надо показать свои умения, свое творчество, свою речь. И все в этом роде. Я люблю Кжель, потому что здесь безумно красиво. Я люблю культуру, все праздники, которые проходят во Кжеле. Люблю все сувениры, всю роспись, которая производится на Кжеле. Мне нравится этот край. Ну а про людей что вы можете сказать? Все люди очень добрые, все отзывчивые. И общаться с каждым – это удовольствие. Я пожелаю им главное не волноваться, помнить, что они Кжелюшки. И каждая из них по-своему прекрасна. И кто бы из них не стала мисс Кжеля, они сегодня все мисс, потому что они приняли такой решительный шаг и не испугались принять участие в этом конкурсе. К участию в конкурсе допускаются представители школ, колледжей, молодежных организаций. Проект раскрывает творческие способности, духовно-нравственные ценности, заставляет думать о себе и своем месте в жизни. На Рождество я первый раз спела в храме. Еще одно из направлений моей деятельности – это театр. Ровно два года назад я пришла в театральную студию. Поначалу мне не доставалось главных ролей. Естественно, нужен богатый внутренний мир, духовность. И я думаю, что не только внешне, а и внутренне. Ну и что ты хотела бы пожелать всем участницам сегодняшнего конкурса? Всем участницам. Я их очень хорошо знаю, на репетициях мы с ними познакомились. И я думаю, что у них все получится. Я желаю им уверенности, чтобы не волновались. А так все у них есть. Красота у естественного внутреннего мира. Критерии разные и очень гармоничные. И мне очень приятно, что это не просто внешняя красота, а действительно в женском конкурсе красоты здесь учитывается и содержание. Это не просто умение внешне держаться, а то, что девочки думают. У них такие задания даны, которые действительно без мыслительного процесса выполнить на самом деле нельзя. И вот здесь они еще проявятся, что внутри, как думают, как чувствуют, чего хотят. И здесь, я считаю, что достаточно широкий спектр всего. И именно это называется, наверное, гармония. И вот я рада, что именно Джель показывает образец конкурса красоты, когда учитывается не только внешняя оболочка, но и именно женское содержание. Девушки выступали в трех номинациях – «Мисс Гжель», «Мисс Совершенство» и «Мисс Талант». Девиз конкурса – «В единстве народов Силы России». Небо синее очень люблю. Может быть, и поэтому часто с парашютом, как птицы борю. И к земле возвращаюсь отважно. Ну, наверное, самая главная цель – это победить и стать «Мисс Гжель-2018». Почему мне захотелось участвовать? Ну, я человек очень творческий, и я люблю данное мероприятие. Мне было бы очень интересно, как проходит это данное мероприятие, и выиграю ли я, проверить свои силы. Понятно. Ну вот буквально через несколько минут придется выйти на сцену. Есть какое-то внутреннее переживание, волнение? Нет, у меня нет его. Я в себе уверена, и я этого достойна. А я думаю, что это должно быть в тандеме. И красота, и внешняя, и что девушка за плечами имеет. И самое главное, так как конкурс называется «Мисс Гжель», чтобы она достаточно знала нашу Гжель и любила ее. У нас такие люди рождаются. Вот я считаю, что наш край, он богат именно на талантливых. Муза у нас в крае живет, и это вот точно у нас есть. Считаешь ли ты, что гжельские девчонки – самые красивые в мире? Конечно. Ну, удачи тебе, все самое доброе. Спасибо. Автор проекта Галина Княжева считает, что главная цель «Мисс Гжели» – создание атмосферы уважения к участникам, культивирование достойного образа женского идеала, который сочетает в себе внешнюю красоту и духовные качества. Я думаю, что настоящая женская красота – это тот свет, который идет изнутри, который согревает всех вокруг, который обогревает родных, друзей, близких. Когда у женщины горят глаза, и она улыбается, она всегда будет красива. Ухоженность женщины – это ее какая-то скромность, ну, такой более классический, я сторонник, по крайней мере, более классического образа, скромность ее, глубина и, как бы, такое более чуткое ощущение действительности вокруг, переживания этой действительности. И, самое главное, конечно, скромность – это то, мне кажется, что часто не хватает современности. Если оно есть, то для меня этот человек, он более женственный, если переживает глубоко мир и имеет эту скромность. Более шести лет занимаюсь бально-спортивными танцами. И с малых лет вижу красоту, грацию, блеск с софитом и паркете. Окончила музыкальную школу с отличием, освою фортепиано, гитару и домбру. С музыкой и танцами по жизни веселее шагать, особенно, когда близкий ритм чача-раз, два и три, и чача-раз, дает тебе силы и заряжает энергию на целый день. Ольга Скрябина, Антон Карташов для программы «Городские вести».